Город весной 1920 года, они устроили массовый субботник, в течение которого город очищали от грязи, мусора, нечистот и прочего. По улицам текло. Оно. Оно, оно, да. В октябре 1918-го правительство в Архангельске объявляет о мобилизации в Северную армию. С трудом набирают 1800 человек. Но часть новых бойцов остается служить в тылу, а те, кто попадают на фронт, вскоре поднимают бунт против командиров. Для представителей Антанты этот случай производит удручающие впечатления. Генерал Айронсайт весьма презрительно отзывается об Архангельском правительстве и даже называет его членов трусливыми бюрократами. Союзники с недоумением отмечали, что население, обычное население Севера, ведет себя достаточно пассивно. В Северную добровольческую армию записывались в основном офицеры, гимназисты, студенты, представители городской интеллигенции. А вот крестьяне, на которых, в общем-то, больше всего рассчитывали антибольшевистские силы, воевать, в общем-то, не особо хотели. И тот же генерал Айронсайт отмечал в своих мемуарах, что многие крестьяне были убеждены, что мир принесут именно большевики. 21 марта 1919 года Северная армия все-таки соединяется с передовыми частями армии армирала Колчака. Северная область признает власть Колчака как верховного правителя России. Фактически военным диктатором области становится генерал Евгений Миллер. Он же командует и белыми войсками. Но все это не улучшает ситуацию на Севере. Вскоре Красная начинает наступление против Колчака, и его армия снова откатывается на восток. А интервенты и русские белые на Северном фронте хотят воевать все меньше и меньше. В августе 1919 года одна из британских род отказывается идти в наступление. 93 человека отдают под военный трибунал, 13 приговаривают к расстрелу. Генерал Айронсайт вспоминал. Я чувствовал, что дело идет к всеобщему мятежу. Сообщать об этих непрерывных мятежах в военные министерства было весьма непростым делом. Для чиновников эти сообщения могли стать свидетельствами начала крушения архангельских войск в целом. Осенью 1919 года правительства Англии, Франции и США принимают решение – свернуть интервенцию в России. У самих союзников пропала мотивация в отношении интервенции. Почему? До этого была надежда свергнуть большевиков вернуть Россию на Восточный фронт. А после окончания Первой мировой войны эта задача отпала. После этого среди союзников там полный разброд начался в отношении, стоит ли продолжать интервенцию или нет. Сами державы Антанты были истощены Первой мировой войной четырехлетней. Полярные медведи Антанты начинают эвакуироваться из России в сентябре 1919 года, оставляя на севере тех, кто уже не смог уйти. Вологодское кладбище или кладбище интервентов. До сих пор в Архангельске сохранились могилы тех иностранных солдат и офицеров, которые воевали здесь, на далеком русском севере, с 1918 по 1920 годы. На этом кладбище хоронили французов, американцев и англичан, но в 20-е и 30-е годы останки французских и американских солдат увезли на родину. И на кладбище сегодня стоят лишь одинокие памятники их британским союзникам по той войне в России. Рядовой Варвик погиб 10 октября 1918 года. Рядовой СМАРТ, медицинский корпус королевской армии, погиб 3 октября 1918 года. Матрос СИМПСОН погиб 18 сентября 1918 года. В Англии считается, что солдат должен лежать там, где погиб, выполняя свой долг. Свои потери союзники подсчитывают почти до человека. Общие потери у англичан около 900 человек ранеными, убитыми, умершими от болезни, от ран. Безвозвратные потери англичан порядка 400 человек, более 400. Потери американцев безвозвратные 224 человека. Ну, у остальных потери это десятки солдат и офицеров. 20 февраля 1920 года красные занимают Архангельск. К середине марта – всю бывшую Северную область. Белые эвакуируются в Норвегию. Генерал Айронсайд уезжает из Архангельска в ноябре 1919 года. Красным в качестве трофеев достаются, кроме грелки, еще кое-какие вещи главного интервента. Походный столик с компасом и портативный фотоаппарат. Чудо техники по тем временам. Сам же Айронсайд заслужился до фельдмаршала. Сразу после вступления Англии во Вторую мировую будет назначен начальником имперского генерального штаба. Но славы в этой войне он себе не сыщет. Он не был сторонником широкомасштабных боевых действий против Германии. Но зато, когда началась Советско-финская война в 1939 году, Айронсайд предлагал, чтобы английская авиация наносила удары по нефтяным промыслам в Баку. Ну а когда премьер-министром Великобритании стал Черчилль, который, как известно, выступал за бескомпромиссную войну до победного конца с Гитлером и за союз с Москвой, он сделал все возможное для того, чтобы Айронсайда из армии убрали. 19 июля 1941 года король уволил Айронсайда в отставку, но пожаловал ему баронский титул. Фельдмаршал попросит разрешение именоваться бароном Архангельским. В графстве Суссекс всего в двух часах езды от Лондона есть и суровые скалистые берега, и зеленые поля, среди которых возникают памятники истории, загадочные средневековые замки. Это вообще историческое место хотя бы потому, что в 1066 году армия интервентов из Нормандии разгромила армию англосаксов короля Гарольда. Вскоре вся Англия была завоевана норманнами, а предводитель интервентов, герцог Вильгельм, стал английским королем Вильгельмом Первым Завоевателем и основал первое в истории единое английское королевство. А рядом с местом исторического сражения возник городок, который так и называется Батл, то есть битва. Недалеко от Гастингса, в доме престарелых Саттенмаран, живет 94-летний сын генерала Эдмунд Айронсайд II, бывший пэр Палаты лордов Британского парламента. После смерти отца в 1959 году ему в наследство достался флаг который был с его отцом в Архангельске в 1918 году. Да, это именно тот флаг, с которым он полетел на командование в Архангельск в 1918 году. И потом он всегда был с дедом. А затем его друг лорд Лестер сделал для флага рамку, так что он теперь в раме вот уже 75 лет. Думаю, он был свидетелем многих событий. По-моему, там была даже дыра от пули. Это точно часть истории, и когда-нибудь он должен оказаться в музее. От бывшего главного интервента на севере России остался не только флаг. Дневники, фотографии и рассказы о суровом русском климате, а еще по наследству и титул барона Архангельского. Почему фельдмаршал выбрал себе именно его, Айронсайд-младший точно не знает. Но, видимо, воспоминания о севере, странной войне в русских снежных джунглях и меховых шубах, все же не отпускали его никогда. Теперь «Импульс» и в АйПи-ТВ. Вещание 24 часа в сутки. Кино. Новости. Мультфильмы. Сериалы. Документалистика. Ток-шоу. Программы на любой вкус. Смотри «Импульс». Самый семейный телеканал. Новый сезон. Новые люди. Новые идеи. Набор в «Импульс-класс» открыт. Мечтаешь стать журналистом? Или связать свою жизнь с медиасферой? Тогда к тебе к нам. «Импульс-класс» – первый шаг в профессии мечты. Если ты действительно увлечен этой деятельностью, тогда ты не пожалеешь о своем решении. Только у нас ты получишь свой первый бесценный опыт. Интервью, статьи, съемки. Надеемся на скорую встречу. Подробную информацию ищи в группе ВКонтакте «Импульс-класс». ВКонтакте «Импульс-класс» 20 ноября 1945 года около 10 утра обвиняемых Путрая стали поднимать на лифте из подвала в зал номер 600, где бывших вождей нацистской Германии посадили на скамью под судебных. Недавние руководители Третьего рейха входили в зал заседания Нюрнбергского трибунала с нескрываемым возмущением. Да, мы проиграли войну, но с какой стати нас, государственных деятелей, политиков и военных сажают на скамью подсудимых? На вопрос председательствующего, признаете ли себя виновным, отвечали оскорбленно-пренебрежительно. «Мы честно служили своей стране, мы исполняли свой долг и...»